Добрый день, меня зовут Сергей Зелёный, я украинец, живу в Эмиратах. Первый раз в Эмиратах оказался в феврале 2008 года, приехал сюда как турист, до этого много где путешествовал, но честно, желание жить за границей появилось только в Эмиратах. Связано это было с разными причинами, в первую очередь на тот момент, конечно, это то экономическое развитие, которое было в Эмиратах, хотя я и в Европе был, и в Азии, в том же самом Китае, но желания там остаться и жить не было. Здесь как бы еще понравился, конечно, в первую очередь климат, мне очень нравятся наши долгие зимы, снега и так далее. И, конечно же, культура и безопасность этой страны очень большой отпечаток на меня наложили. В этой стране я как раз в первой своей поездке поближе познакомился с исламом, и впоследствии я в Украине принял ислам, стал мусульманином, и уже окончательно принял решение переехать сюда. Конечно, долгий был момент этот, затянулся на пару лет, потому что у нас после кризиса были свои там желания опять возобновить бизнес. Я никогда не работал, всегда занимался бизнесом 16 лет. Поэтому хотелось как бы побольше денег заработать, но это была воля Аллаха, как бы, и пришлось ехать вообще, начиная с нуля. В Эмираты я уже переехал в январе 2012 года. Это было связано с тем, что я нашел возможность здесь устроиться на хорошую работу. У меня один знакомый, мой работал в компании ДАН, у Шангарея Смакаляновича. Я ему позвонил, он предложил приехать на стажировку, я взял авиабилет, мне сделали визу, и уже в январе я здесь был как на стажировке в компании. До переезда в Эмиратах я жил в Украине. Переезд в Эмират – это первый мой переезд за границу, а по Украине я много раз переезжал, поэтому для меня это было не ново. Последний момент я жил в Киеве, до этого сам я родом с Мариуполя, с провинции, потом я переезжал в Донецк, Киев, немножко пожил в Крыму. Занимался в основном бизнесом, поэтому первые месяцы немножко психологически было сложно работать на кого-то, подчиняться, график и так далее. Ну, в самом деле, все нормально. Я уже третий год работаю в одной и той же компании, буквально недавно продлил контракт. Изначально, как я говорю, я созвонился с Шангареем Смакаляновичем, он генеральный директор агентства недвижимости, это Дубайское агентство недвижимости ДАН. Я приехал на стажировку, буквально месяц стажировки, потом я, как обычно, слетал в Украину на 10 дней. В принципе, как бы, всем рекомендую, даже друзьями, если есть возможность, да, приехали, когда по турвизе, там, неделя-две, она не помешает, пока вам будет. Визу, чем жить в кише, как некоторые живут, те же самые деньги и нервы уходят так спокойно и с друзьями, и родственниками, там, на долгий период можно уже попрощаться. Вот, я вернулся уже сюда на резидентской визе, буквально 2-3 месяца поработал консультантом, потом уже был старшим менеджером, и буквально к концу года, как мне уже дали должность директора отдела продаж. Вот, сегодня, как бы, мой контракт продлен, мы продолжаем работать, развиваться. За два года даже компания наша, штат, выросла в два раза. Для меня это радует, потому что я всегда занимался развивающимся бизнесом. Вот, я надеюсь, что в следующие два года, как минимум, еще в два раза мы увеличимся. Ну, вообще, как бы, трудности, в Украине было больше трудностей, всегда. Вот, здесь, наверное, больше психологический момент был связан с какими-то, вот, нюансами. Для меня она больше с тем, что все-таки работать на кого-то надо было. А если говорить про саму страну, ну, языковой барьер. Хотя, на самом деле, он решаемый, если понимать, что в определенный момент, когда какие-то моменты связаны с документами, сам на этом несколько раз потыкался, нужно всегда прибегать, не бояться, не жалеть из кармана, достать там лишние 100-200 долларов, заплатить специалисту, и вопросы будут решены намного быстрее. Когда я это делал, у меня вопросы решались в считанные дни. Когда я пытался разобраться, ну, не спешил никуда, то это затягивалось даже на месяц. Поэтому на новом месте лучше всегда кому-то заплатить. Первое впечатление, я помню, когда с аэропорта выехали, да, все эти небоскребы, большие дороги, то есть напоминало мне чем-то вот. В Азии очень много таких городов, там, Бангкок, Джакарта, Пекин, Шанхай, но здесь немножко культура ближе к нам. Поэтому я не удивляюсь, что сегодня в Эмиратах живут более 300 тысяч русскоговорящих, потому что для нас это более приемлемо. И климат, и расстояние, и культура. Ну, я могу говорить, наверное, не только на собственном опыте, потому что у людей разные, как бы, свои позиции в жизни, даже на своем окружении. Вижу, что часто люди, им не к этому трудно найти работу. Вот, возможно, что человек, у них получалось, не получалось у себя, сюда приезжает и думает, что здесь все так же самое будет легко. Не всегда это так. Вот, я думаю, в первое время нужно очень хорошо выложиться. Те, кто работают на кого-то, однозначно, вот я всегда даже своим, как бы, сотрудникам говорю, что если вы хотите чего-то добиться, то нужно встать на позицию хозяина компании. То есть, если вы будете думать каждый день о том, как переносить прибыль компании, то завтра вас заметят, вам будет хорошо платить. Некоторые до сих пор это, спустя даже годы, это не понимают. Поэтому сидят на стандартных, как бы, ставках, на зарплатах. И все надеются, ждут. Вот, некоторые думают, что перейдя из одной компании в другую, у них начнется больше оплата. Это маловероятно, как бы, даже, я смотрю, многие даже с ними с проблемой сталкиваются. Вот, всегда человек должен в себе поменять. Поэтому, возможно, что вот, что люди, думав, что в Эмираты переехав, у них все будет сразу в шоколаде, это не так. Если у них в Украине было или в России тяжело, то здесь, я думаю, скорее всего, привычки останутся с тем же. У меня даже есть истории, когда наши знакомые, там, даже сотрудники, оказывались, сидели в тюрьме по причине того, что просто то, чем они занимались у себя там, ну, неофициально, нелегальными какими-то действиями, и в Эмиратах это быстро пересекается. Почему одна из самых безопасных стран в мире? Долго никто с кем сюсюкаться не будет. Вот и были даже друзья, которые сидели в тюрьме. Некоторые даже депортировали. Поэтому первая рекомендация, что приехав в Эмират, если человек планирует здесь, как бы, основаться, да, со своей семьей, жить здесь достаточно успешно, то плохие привычки нужно оставить. По поводу себя могу сказать, что я, например, за рулем с 14 лет, я в Украине за 16 лет вождения я заплатил штрафа меньше, чем за первый год здесь. Я за первый год здесь заплатил столько штрафа, потому что мы же привыкли там и там гонять, там нарушать. Даже за то, что у нас, как бы, даже не считается нарушением, здесь считается. Поэтому первое время, конечно, нужно обратить на это внимание. По опыту того, как люди приезжают сюда искать работу, некоторые пытаются найти первое время через рекрутинговые компании, которые находятся в их стране. В принципе, если человек достаточно молодой, я рекомендую два года, ничего страшного, отработать по контракту. Если он даже в этой компании или в этом отеле, там, как правило, в турфильме себя не зарекомендует, то у него уже будет язык, знания, связи и так далее. Если получится, как на моем примере, он сможет остаться в этой компании и дальше продолжать карьеру. По резюме интернета, ну, многие говорят, что эффективность очень маленькая, КПД, то есть просто они, или раздавать даже. Я думаю, нужно просто, если человек знает, в какой сфере он хочет, нужно просто выходить на выход напрямую с руководством. То есть ждать, что его позвонят, пригласят, это очень сложно, потому что поток очень бешеный. Сюда ежегодно приезжает, насколько я знаю, порядка 200 тысяч новых жителей, разной квалификации. И поэтому, хотя здесь работа есть, ее много, но тем не менее, нужно, чтобы хорошую позицию занять, нужно сразу же самой пробиваться, не ждать. Даже вот у вас были, снимались Ольга и Виталий, вот один из примеров, да, они просто к нам пришли, сразу встретились с генеральным директором, он мне позвонил, я в этот же день приехал, взял их на стажировку, буквально через там неделю-две мы уже определили их на работу. Сейчас они достаточно хорошо, эффективно работают. Ну, если рассказать о семейной жизни, то первый год, конечно, я приехал холостым, первый год занимался полностью работой, нужно было и себя зарекомендовать, и денег заработать, потому что после кризиса в Украине оставались некоторые долги, которые нужно было пораздавать, слава богу, раздал. А уже на второй год задумался о том, чтобы все-таки о личной жизни, о семейной жизни, и уже когда начал через друзей узнавать, где кто там, один друг посоветовал свою сестру, мы с ней встретились, пообщались, на третий день решили пожениться. Это, в принципе, правильно, потому что вспоминая свою прошлую жизнь до ислама, люди там месяцами, годами встречаются, общаются, и к чему хорошему это не приводит. Если людям суждено быть вместе, это получится сразу делать, оформлять. Мы буквально через неделю поженились, в течение месяца занимались регистрацией брака. О поводу этого могу сказать одно, что в Эмиратах с этим построже, чем у нас, потому что на мужчине лежит обязанность обеспечить семью. Это определенно и контрактом, который должен быть трудовой, либо эта фирма должна быть его собственная, чтобы он мог финансово обеспечить семью, иначе просто он не сможет здесь зарегистрировать свою супругу. Неважно, здесь он будет жениться или будет привозить жену из дома. По поводу регистрации самого брака, я делал это в Дубае, потому что в Шарже немножко построже, хотя у меня шаржинская виза, но исходя из того, что у моей невесты виза была дубайская, это облегчило в Дубае немножко попроще, поспокойнее ко многим вопросам. Поэтому рекомендую, если кто-то даже планирует, чтобы у вас, если бы у вашей невесты виза туристическая была дубайская. Нужно подготовить все документы. В первую очередь они связаны с родителями, с разрешением отца, либо с какими-то документами. Проще сходить в суд, получить эту бумажку, ее перевести. Опять же, если человек не очень опытен, лучше я по себе. У меня было просто время, месяц, полтора даже, поэтому я как бы спокойно. И то, честно, мы заинтересованы брак в последние дни ее туристической визы. Уже думали, что придется выезжать, и опять-таки авторно выезжать. Слава Богу, успели. А так рекомендую все-таки обратиться к людям на первом месте. На новом месте, вернее, лучше, я думаю, 100, максимум 200 долларов обойдется. Зато за вас все это сделают, все бумаги соберут, помогут перевезти в посольство. Насколько я помню, первый момент, который связан, значит, здесь, перед тем, как молодоженые хотят вступить в брак, их обязательно проверяют на здоровье. То есть они идут в государственную клинику, их полностью обследуют, задают вопросы, и потом уже результаты обследования говорят мужу и жену. То есть они должны друг от друга все полностью знать. Вот, если что, там бывают какие-то повторные анализы, более глубокие и так далее. Следующий момент, это, конечно же, должно быть у девушки разрешение от отца, вот, особенно если она мусульманка, вот, о том, что отец, это все нужно перевезти, легализовать. То есть в среднем это занимает, если можно по-быстрому, от двух до четырех недель. Ну, так как я занимаюсь как бы недвижимостью, я их практически каждый день рассказываю нашим клиентам, покупателям, почему есть смысл либо купить, инвестировать в Эмиратах, либо приехать сюда жить. Конечно, процентов 90 наших покупателей – это просто инвесторы, то есть те люди, которые хотят инвестировать в недвижимость. То есть Эмираты привлекают, во-первых, своим экономическим ростом. Сегодня Эмираты, наверное, в пятерку лучших городов мира по привлекательности входят. Плюс именно Эмираты в чем? Иногда мне туристы спрашивают, они там хотят купить недвижимость в Турции, в Болгарии, в Греции и так далее. Я говорю, что надо не забывать, что самый основной критерий на рост цены на недвижимость – это прирост населения. В Эмиратах за последние 15 лет население выросло в два раза. То есть если было там 3,5 миллиона, сейчас уже чуть больше 7 миллионов. То есть, получается, спрос растет, соответственно, и цена растет, и аренда растет. Вы знаете, даже когда я первый раз приехал в феврале 2008 года, мы приехали с делегацией по бизнесу с Украины. И у меня мой знакомый, ему где-то почти под 50 было. Он, когда в аэропорту стояли, говорит, там как раз стояла картинка, этот небоскреба одного. Он говорит, вы знаете, у меня здесь на 80 этаже квартира. Говорит, ну это не одна, у него уже на тот момент 15 квартир было. И даже тогда мне уже удивилось, что человек уже 15 квартир купил. Я говорю, а в чем выгода? Говорит, я их покупал там где-то в 130-150 на тот момент. А через 4 года их цена уже была в полтора-два раза выше. То есть он достаточно хорошо как бы капитализировал свои средства. А если с точки зрения переезда, многие, которые сюда переехали, даже русские, даже не мусульмане, они как бы довольны безопасностью страны. Вот здесь все-таки странно развивающаяся. Есть какие-то нюансы, связанные с тем, что страна новая, 42 года, и понятно, здесь все еще развивается. То есть не налажено так, как у нас. Поэтому даже для бизнесменов, которые сюда приезжают и вкладывают большие деньги, даже вот у меня один знакомый приехал, он здесь открыл продуктовую компанию, привысит продукты с Украины, с Германии. Достаточно все эффективно, потому что спрос есть. Поэтому каждый здесь свою нишу может найти и на работе, и в бизнесе однозначно. Да, я в Эмиратах уже третий год, и за эти два года я смог уже пожить в четырех Эмиратах. Первое время это был Дубай, потом это было Шаржа, Ажман, Рассельхейма. В каждом Эмирате есть какие-то свои нюансы, плюсы, в принципе. Вот. Такое достаточно уже не в одном месте жить. Как изменилась жизнь? Она изменилась, наверное, в первую очередь тем, что некоторые привычки пришлось как бы убрать, которые раньше были, ну, лично, например, в Украине даже еще до принятия ислама, да, то есть здесь практически нет у них где алкоголя. Лично меня это радует, потому что трезвая, спокойная жизнь стала и у себя лично, и в окружении. Меньше проблем, которые алкоголь как бы дает. Что еще можно сказать? Ну, если говорить, например, в плане парка, в плане отдыха, раньше, например, когда с ребенком выходил, у меня от первого брака есть сын, да, я когда с ним ходил, в центре Киева ходил в парк, центральный, вроде бы центр города, вот, все знают, что Киев зеленый достаточно город, и то постоянно приходишь в песочнице, там, то собаки нагадят, чего в Эмиратах практически нет, очень сильно радует это, то молодежным бутылки поставляют, еще и поразбивают пивные и так далее, то есть здесь с этим, слава богу, как бы чисто и порядок. Ну, основной недостаток, я думаю, это первое время, это все-таки малое наличие кислорода и зелени, хотя, слава богу, они везде стараются все это как бы садить заново, вот, новое все это делать. И, насколько я как бы слышал, да, что вот климат меняется все-таки, то есть даже там 5-10 лет назад было как бы намного жарче. Даже за эти два года я заметил, что уже зима попрохладнее стала, вот, поэтому даже иногда, когда мы ходим по малам, видим эти кожаные курточки, может, со временем придет времена и будем их покупать. Планы пока оставаться здесь, тем более в связи с тем, что Эмираты выиграли Экспо 2020, я думаю, на ближайшие 6-7 лет здесь работы всем хватит и для развития, и для бизнеса. Вот, многие приезжают, смотрят, присматриваются. Тем более, ну, то, что сейчас в Украине творится, вы прекрасно знаете, да? У меня когда друзья там за последний месяц звонят, я говорю, у кого есть возможность, если даже хотя бы не в Эмираты, ну, хотя бы там в Турцию, да, потому что кто его знает, не дай бог там все-таки войны не хотелось бы видеть. Я думаю, для того, чтобы прожить в Эмиратах одному, даже хватит и 2-3 тысяч дирхам, тем более, что большинство компаний обеспечит жильем, транспортом, питанием и так далее. Если говорить уже о семье, то, я думаю, не зря Эмираты ставят ставку минимальную 5 тысяч дирхам, 4,5-5 тысяч дирхам, это как раз та сумма, которая позволяет уже снять отдельную квартиру, хотя бы там студию или двухкомнатную, возможно, там, взять машину или в аренду, или как, ну, то есть как-то уже обеспечить свою семью. А так, конечно, от районов зависит, есть достаточно дорогие районы, где 10 тысяч дирхам не хватит, поэтому начинать можно хотя бы с 5. Что касается медицины, в Эмиратах лично сам не обращался, слава богу, вот, жена обращалась по причине того, что там ждем ребенка, ну, слава богу, что когда человек работает, ему дается медицинская карта от компании, и вот мы там 7 месяцев обследовались, то есть бесплатно, нормально приходишь. Хотя есть клиники, которые частные, платные, вот, роды, в среднем, я слышал, стоит в районе там от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от уровня. Ну, за 1000-2000 долларов, я думаю, можно в Эмиратах нормально, в хорошей клинике, как бы, ходить. Часто встречаюсь с клиентами, которые приезжают именно в Эмирату, причем в таких достаточно богатых городах, как Москва, даже с Европой иногда люди приезжают. Это связано чаще всего с томатологией, вот, и по их словам, что здесь хорошие специалисты, европейцы, они практически те же самые операции делают в два раза дешевле. Я думаю, это связано с тем, что нет растаможки, вот, и нет налогов, поэтому те же самые специалисты могут делать в ту же самую процедуру в два раза дешевле. Чем в Европе, то те же самые американские и европейские специалисты. Если мы говорим про медицинское страхование, вот, то, ну, буквально недавно на днях с сотрудниками общался, там, 1000 тирхамов в год можно для того, чтобы уже обезопасить себя, свою семью. Те же самые европейские и американские страховые компании, мировые, они, как бы, здесь эти страховки предлагают. Я думаю, что знание английского языка для переезда в Эмиратах желательно, вот, но не обязательно, потому что сегодня в Эмиратах живут более 300 тысяч русскоговорящих, более двух миллионов русскоговорящих туристов ежегодно, и многие компании, и туристические, там, и обслуживаются, и в отеле, и так далее, нуждаются сегодня в русскоговорящем стаффе. Даже если по началу человека, как бы, английский непрофессиональный, он все это его здесь подтянет. Вот, если есть возможность, лучше переехать раньше, потому что все равно здесь язык наберется быстрее. Кому стоит не ехать, дубай. Знаете, иногда встречаю туристов, садятся в машину, говорят, где здесь алкогольный магазин? Ну, мне всегда удивляет, говорю, человек приехал на неделю на две в отдых, да, пускай, говорю, печень ваша отдохнет. Я думаю, не стоит ехать тех, кто не готов от каких-то плохих своих привычек избавиться, потому что здесь все равно либо система, либо общество просто это будет постепенно выживать. Если человек не готов меняться в лучшую сторону, да, не готов жить в нормальном, спокойном обществе, то лучше пускай остается там, где он есть. Я думаю, первая причина может быть психологической. Все-таки люди до этого никуда не переезжали и думали, что все как в родном городе. А тут оказались какие-то сложности, трудности, и просто человек как бы легче вернуться назад. Характера не хватило. Либо, возможно, если этот человек говорит, мы говорим не о бизнесе, да, как бы о работе, то, как объяснить, как я всегда говорю сотрудникам, что не захотел создавать какую-то пользу для компании. Это большая... Потому что, ну, я не представляю, сколько у нас даже в компанию там за мои два года приходили людей новых, ни один, который приносит, его не уволили, его, наоборот, поощряли, его постоянно все равно как бы старались оставить как бы. А если человек приехал и пытается как бы просто до пяти часов отсидеть там или до девяти, да, то есть время отсидеть, то таких людей нигде не ценят. Я думаю, даже у нас в Украине таких людей там или в России всегда увольняют по возможности заменить лучшим. А если говорить с точки зрения бизнеса, ну, это уже отдельная тема. Я думаю, все зависит, может быть, не тот маркетинг-план был, не та ниша была. Свободное время, ну, вот иногда интервью даю. А так вообще с друзьями играем в футбол, вот, ходим на пинтбол, на картинг. Дешевле, кстати, на картинг ходить, чем нежели штрафы платить. Вот, я как-то посчитал, за один штраф я мог год кататься на картинге бесплатно. Вот, ходим, конечно, по моллам, здесь очень много парков чистых, красивых, даже еще не везде побывал. Ездим в Абу-Даби иногда, ездим на Дийский океан. Вот, поэтому здесь мест, даже за два года я еще не все посетил, даже, которые хотел. И постоянно здесь что-то новое открывается. Буквально, вот, не слышал, недавно открыли в Аляйне какой-то там рафтинг, акварафтинг. Вот, друзья уже ездили, и сейчас немножко потеплеет. Я думаю, через месяц сами поедем, потому что я в Турции был, мне очень понравилось. И если здесь это, понятно, что это сделали искусственно, но, тем не менее, я думаю, будет интересно. Поэтому здесь есть чем заниматься в свободное время. Скучно не будет, однозначно. Потому что даже в Киеве я жил, уже через год, полтора, уже не знаешь, куда пойти. Одни и те же самые места, одни и те же самые центры. То есть, как-то и все. Здесь этого много. Как и существует переезд? Если человек не может через рекрутинговую компанию найти работу, возможно, он же семейный, то может сразу с супругой приехать, поискать работу, как это сделал Виталий и Ольга. Если он может через рекрутинговую сам, пускай туда подаст документы, ему, я думаю, в ближайшие месяц-два найдут работу, он там 200-300 долларов заплатит и приедет поработает. Если у него есть здесь знакомые, и он чувствует в себе силу, он может приехать сюда и уже на месте ходить, встречаться с работодателем. Если человек имеет какой-то капитал, то практически сегодня, наверное, у всех есть знакомые в Эмиратах. Даже если не личные, то через кого-то, потому что очень много здесь людей живут. Даже ко мне уже все те люди, которые приезжали за эти годы, всегда встречаемся, общаемся, какие-то нюансы там рассказываю, подсказываю. То нужно уже определиться с суммой, которую человек готов инвестировать, потому что, в принципе, здесь многие ниши еще развиваются. Я не жалею о своем переезде в Эмираты. Все мои друзья и знакомые, которые приезжали за это время, они все одобрили мой выбор, того места, куда я переехал. Даже мои родители, хоть они за границей нигде не были за свои 50 лет, но когда там и отец, и мать сюда приехали, им понравилось, я даже удивился, что мой отец очень сильно захотел съезжать. Мне постоянно звонит. Проблема, конечно, с адренским языком, чтобы ему на работу сюда. Ну, сейчас немножко, может быть, финансово улучшим, может, заберем его сюда потом. Потому что мама уже приезжала, тоже жила, ей тоже понравилось. Для тех, кто планирует приезжать в Эмираты, в первую очередь, если они здесь не были, пускай хотя бы как туристам, я думаю, сейчас очень много, часто, горящие путевки за 500 долларов, можно, самый простой даже отель. Но самое главное, чтобы этот отель не было ассоциаций с отелем, с Эмиратами. Я, например, когда приехал, я жил в Дубай-Марине, в пенсионерном отеле, поэтому для меня Эмираты пристали лучшей стороной. Иногда от людей слышу, вот они там, в какой-то нам дешевом отеле, потому это тоже. Но все равно нужно приехать, посмотреть на страну, что где и как, на неделю, на две, я думаю, достаточно пообщаться с людьми, которые здесь. Если человек уже здесь был, то принять решение, он хочет работать, либо заниматься бизнесом, если работать, опять же, идти в рекрутинговую компанию, найти, что самое проще, гарантированно человек приедет, не надо ему здесь как бы уже о чем-то думать. Либо, если он что-таки себя считает способным, приехать сюда, взять туристическую путевку. Я, насколько понимаю, даже можно сразу с турфирмой договориться, обратный самолет взять на ту дату, которую вы хотите, месяц здесь пробыть, неделю в отеле, а потом на три недели можно еще там, либо у друзей, либо у знакомых, либо где-то что-то снять на это время. То есть все это можно. Рекомендации какие? Быть законопослушным в Эмиратах, это очень важно, потому что иногда, смотрю, люди по старым привычкам, потом тратят деньги на всякие там проблемы. Здесь с этим строго. Оставить плохие привычки. В принципе, стремиться, стараться. Вот даже приезжая в Эмираты, все-таки, я думаю, здесь можно выложиться, несколько лет как бы вложить в работу, в бизнес и потом иметь хорошую отдачу. Если вы захотите задать какие-то вопросы мне лично, я открыт к общению, я оставлю в конце ссылку на свой e-mail, на свой Skype, даже WhatsApp постоянно пользуюсь, это проще. Телефон оставлю, вы можете задать вопросы какие-то там профессиональные, связанные, не знаю, там с недвижимостью, с работой, готов ответить, как бы помочь, возможно, какие-то вопросы с документами, потому что многими вопросами уже занимался, занимаюсь, или, возможно, какие-то личные там рекомендации, то всегда буду с удовольствием отвечу. С вами был Сергей Зеленый, специально для канала InDubai. Welcome to Emirates!